В минувшую пятницу работники общества «Сахалин Морнефтемонтаж» организовали пикет на площади нефтяников. Цель нашего пикета мы выражаем протест. Мы считаем, что необходимо все-таки предоставлять работу в нашем городе по благоустройству, по строительству домов, все-таки местным организациям, которые находятся вот не так далеко здесь рядом. Это крупный коллектив, крупный налогоплательщик, ну и не участвует он так активно в нашем строительстве, благоустройстве нашего города. Мы считаем, что как наша молодежь также может строить эту улицу, и не хуже, а может быть даже и лучше. Нет работы. Трест действительно на сегодняшний момент находится в плачевном состоянии. Сколько угодно можно говорить о том, что у нас маленькая зарплата, что у нас долги, но пока у нас не будет нормальной работы, у нас так это все и будет. Можно повышать, раздувать зарплату, и в конце концов трест просто лопнет от повышения зарплаты. Если нет работы, а мы строители. Строители живут своими руками. Нам не дают плыть, потому что нам работу как? Как делом работают? Нету работы. Вот они рабочие, вон они. Вам только что же объяснили. Вот они, все работают наши. Все. Сегодня действительно большой объем строительных работ в городе проводится чужими руками, приезжими строительными компаниями. Есть участники конкурса аукционов, которые предлагают меньшую сумму. А сегодня по федеральному закону 94-й выигрывает тот, кто дает меньшую сумму за тот же объем работы. Сегодня ведь принят уже новый закон о контрактной системе в Российской Федерации, который заменит 94-й ФЗ. И вот уже в законе о контрактной системе в Российской Федерации, там уже прописано, что заказчик, который проводит конкурс аукцион, он будет уже смотреть позиции, есть ли у человека, то есть есть ли у фирмы основные средства, есть ли у нее рабочие, есть ли у нее какие-то деньги, объем инвестиций, которые она может вложить в тот или иной объем работы и тратить их. Поэтому вот сейчас с 1 января 2014 года вступит в силу закон о контрактной системе в Российской Федерации, который полностью сменит 94-й Федеральный закон. И тогда вот все-таки ждут, что какая-то здесь улучшится. Услышав мнение пикетирующих и поддавшись вполне естественному чувству патриотизма, почему наш город должны строить не наши строители, мы не могли не обратиться к руководству общества Сахалин Морнефтемонтаж. На сегодня работа у Сахалин Морнефтемонтажа хватает. Другой вопрос, почему мы не строим дома на сегодня? Ну, надо рассматривать, что на сегодня заказчик в лице муниципального образования заинтересован, чтобы дома строились быстро и, так скажем, и дешевле. И в основном строительство, которое ведется в Ахе, сейчас ведется за счет средств привлеченного инвестора. То есть садик у нас строится за счет спецаэростроя, компания выполняет работы без финансирования и, так скажем, банковской гарантии может быть муниципального образования. Но, тем не менее, за свой счет. Чего вы себе позволите? Мы себе на сегодня это позволить не можем, потому что Сахалин Морнефтемонтаж, финансовая ситуация, так скажем, непростая. И отвлечь средства с МНМЭ для строительства дома мы не можем. Вот один дом мы начали строить. Это дом, который финансируется в этом году. До конца года мы его, этот дом, сдадим. Ну и не секрет, что все дома строятся за счет, так скажем, привлечения иностранной рабочей силы. Мы все видим, каким персоналом строит труд, каким персоналом строит амурское предприятие, которое зашло сюда. Поскольку с МНМЭ около 1200 человек персонала, проживающих в Ахимском и Ноглевском районе, соответственно, это тот персонал, который по закону, по договорам получает не такую заработную плату, как гастарбайтеры. Поэтому можно по пути получить квоты и привлечь иностранных рабочих. Но что тогда будет делать наш персонал? На сегодня я считаю, что с МНМЭ закрыта работа полностью. У нас есть вводимые объекты от Сахалинмурнефтегаза. У нас буквально уже второй месяц увеличения по шельфовым проектам идет. Надо понимать, что на сегодня экономика капитализируется. То есть федеральный закон обязывает все выставлять на электронные площадки, на аукционы. И равные права для всех победить на этих аукционах. С МНМЭ, выходя на аукцион, рассчитывает реальную стоимость строительства объекта, исходя из своих факторов. Это заработная плата персонала, поставка материалов сюда. И то есть логически, если мы видим, что цена лота снижается ниже той, по которой мы можем построить, мы отказываемся. Заработная плата по СМНМЭ, она по шельфам проектам, конечно, немножко выше, потому что там работает по ставке, которая согласована с иностранными компаниями, совместные предприятия. По Сахалинмурнефтегазовским объектам, по объектам Роснефти, она в рамках сметных, не трудозатрат, а сметной заработной платы. То есть, ну, если в среднем, то она у нас составляет где-то в районе 50 тысяч рублей, это по тресту. Тут смешивается с шельфовой и это. Ну, а если от реалии толкнуть, мы получаем деньги от выполненных объемов. Те участки, где выполняются плановые показатели, где, так скажем, работа идет нормально, ну, могу по таким, в общем, специальностям, допустим, сварщики, ну, в районе 45 тысяч рублей. Монтажники, ну, где-то в этом же пределах 40 тысяч рублей, это высококвалифицированные. Там, где плановые показатели не выполняются, соответственно, она в рамках тарифа. Напомним, общество Сахалинмурнефтемонтаж – старейшее предприятие АХИ в течение 65 лет. Оно занимается строительством нефтяных и городских объектов.